Всем привет! Меня зовут Женя Пешков. Я работаю в компании Contour в команде инфраструктуры. И сегодня я расскажу о том, с какими проблемами мы столкнулись при разработке системы для мониторинга серверов. Окей. Что я имею в виду под мониторингом? Под мониторингом я имею в виду собрать различные метрики, например, загрузку процессора, потребление памяти в разрезе всей машины по отдельным приложениям, ну и какими-то другими способами. Чтобы это сделать, есть довольно уже много готовых инструментов, например, Process Explorer, тот же Task Manager, но все это утилита с графическим интерфейсом, а нам хочется все эти данные агрегировать в одном месте и каким-то образом строить по ним автоматические аналитики или выводить, например, графики в графане. И для этой цели нам инструменты с графическим интерфейсом не подходят. Основная проблема, с которой мы столкнулись, с тем, что есть много неправильных способов собирать метрики, которые приводят к тому, что на серверы появляется дополнительная нагрузка. То есть сбор метрик замедляет те приложения, которые уже работают. Окей. О чем сегодня будем говорить конкретно? Вначале мы поговорим о классе System Diagnostics Process в Дотнете и о том, что в нем не так. Поговорим о таком инструменте операционной системы Windows, как Performance Counter. Разберем, какие есть особенности у менеджет-обертки над Performance Counter. И совсем немного поговорим про ETW и новые инструменты для мониторинга, которые появились в Дотнет-коре. Итак, давайте начинать. Вначале я напомню некоторую важную информацию о метриках по памяти. Есть две основные метрики по памяти процесса. Первая называется Private Bytes. Она же называется Commit Size, и она обозначает, сколько байт памяти всего было выделено процессом. Если мы в нашем C-Sharp коде напишем вот такую строчку, создадим новый размер массивом 10 МБ, то Private Bytes увеличится на 10 МБ. При этом есть и другая метрика – Working Set. Она не увеличится, если мы просто создадим новый массив. Она увеличивается только тогда, когда выделенная память попадает в физическую память. То есть, когда мы выделили массив, он находится где-то в нашем адресном пространстве, но в физическую память еще не попал. Если мы пробежимся по массиву циклом с шагом, равным размеру страницы, то у нас страницы памяти этого массива попадут в физическую память, и Working Set у нас тоже увеличится на 10 МБ. Нужно помнить то, что метрики под названием память не существует. То есть, что это значит? Значит, если где-то метрика называется память, то надо уточнять, что это Private Bytes или Working Set, потому что если не знаете, что именно мы измеряем, мы можем, например, пропустить утечку памяти. Как же нам эти метрики Private Bytes и Working Set собрать из .NET приложения? Ну, мы пишем нашу систему мониторинга на .NET. Мы можем использовать класс System Diagnostics Process. У него есть property Working Set 64, Private Memory Size 64. Они возвращают нужное нам значение. Как это использовать для замеров? Примерно вот так. Итак, мы создаем объект процесса для нужного нам процесса. Замираем потребление памяти до потребления памяти после. В данном случае меряем Private Bytes. И как вы думаете, насколько увеличится Private Bytes, если мы создаем новый массив размером 10 МБ? Если мы используем такой код, ответ будет 0. Все потому что класс Process кэширует первое замеренное значение, и нужно вызвать еще процесс Refresh. Но даже если мы напишем здесь процесс Refresh, и будем создаем массив размером 10 МБ, мы получим число 11,5 МБ. Казалось бы, куда пропали полтора МБ, мы создавали массив только 10 МБ. Сделаем такое предположение, что само измерение Private Bytes в данном случае съело полтора МБ. МБ. Попробуем это как-то подтвердить, сделаем бенчмарк и увидим действительно то, что на .NET Framework 4.7.1 у нас съедается полтора МБ памяти. На 4.7.2 в 10 раз меньше памяти, на Core 2.1 вообще несколько килобайт. Но что здесь важно, то что такой замер не только потребляет память, но еще и выполняется довольно долго, порядка нескольких миллисекунд, и в том числе на .NET Core, даже там, где память, казалось бы, не авоцируется. То есть все это может приводить к различным перформанс-проблемам. В чем причина этого? В том, что класс System Diagnostics Process использует нативный NT API, NT Query System Information, с флагом System Process Information. Такой системный вызов возвращает информацию сразу обо всех процессах и потоках, которые есть в системе. То есть что получается? Получается, что мы хотим померить метрики для одного процесса, меряем сразу для всех. Потом они фильтруются уже на стороне менеджет-кода. Что хуже всего, .NET 4.7.1 еще создает над каждой структурой из вывода этой функции менеджет-обертку в виде инстанса System Process Information или System Thread Information. Соответственно, это приводит еще и к большой нагрузке на garbage collector, потому что у нас очень много объектов. В чем разница между 4.7.1, 4.7.2 и .NET Core? В 4.7.2 стали фильтровать процесс и создавать System Thread Information классы только на тот процесс, который нам нужен. В .NET Core поменяли классы на структуры, поэтому там потребление памяти, memory traffic упал со 120 килобайтов до 3. Это помогло. Но надо все равно помнить, что nt-quary system information дорогой, и даже на .NET Core может приводить к перформансным проблемам, особенно если у нас все это еще интерферирует с какими-нибудь зомби-процессами или зомби-потоками. Если интересно, я потом расскажу. Можно ли сделать лучше? Можно ли лучше мерить и быстрее метрики по процессу? Конечно. Мы можем использовать напрямую WinAPI. Функция под названием getProcessMemoryInfo позволяет это сделать довольно легко. Вызываем эту функцию, получаем нужное нам значение. Как видим, это не аллоцирует памяти вообще. Чтобы понять разницу по времени, все проведем к одним и тем же единицам, к наносекундам. Видим то, что способ с WinAPI работает примерно на 5 порядков быстрее. Окей. Краткие выводы из этого. Класс SystemDiagnosticsProcess неэффективен для задачи измерения метрок, если мы собираемся мерить метрики часто. Ну и использовать нативные ap-шки оказалось совсем несложно. В одну функцию получаем нужный нам результат в 10 тысяч раз быстрее. Также, кроме метрок по памяти, нам нужны и другие метрики. Например, загрузка процессора или метрики, специфичные для .NET, например, размеры различных поколений в куче. Эти метрики через класс процесс не получить, нужны другие инструменты. И в Windows таким инструментом являются перформанс-каунтеры. Что это такое? Это универсальная API-операционная система Windows для сбора различных метрок. Неважно, из какого источника эти метрики приходят в перформанс-каунтеры, попадают метрики как по операционной системе, так и метрики .NET. Можно какие-то свои метрики положить в перформанс-каунтеры и потом их оттуда прочитать. Но у этого API есть довольно много недостатков. Я считаю, что все эти недостатки происходят из-за того, что перформанс-каунтеры изначально затачивались под использование инструментов с графическим интерфейсом, именно из утилиты PerfMon. Эта API довольно сложная и иногда она бывает нестабильной. То есть внезапно начинает из перформанс-каунтеров вылетать эксепшены. Проблема решается перезагрузкой сервера. Другого способа не нашлось. Есть там еще какие-то хаки с реестром, но это отдельная тема. Как выглядит метрика в перформанс-каунтерах? Метрика задается тремя частями. Категорией, инстансом и каунтером. Категория — это некоторая предметная область, по которой можно собирать метрики. Например, процессы или сборщик мусора в .NET. Инстанс — это некоторое сужение категории на отдельный объект. Например, если у нас категория процессы, то ее сужение — это какие-то конкретные процессы, которые запущены в системе. Аналогично для дисков есть отдельные инстансы. Допустим, физический диск под номером 1, на котором находятся разделы D и E. Вы видите, что имя довольно читаемое. Если у нас разметка диска как-то поменяется, нам придется имя инстанса тоже обновить. Также инстансов в категории может не быть вообще, например, в категориях, которые относятся ко всему хасту сразу, как категория memory. Ну а каунтеры — это уже конкретные метрики. Например, по процессу мы можем узнать загрузку процессора, различные метрики, связанные с памятью. И вот такую интересную метрику под названием working set private. Вы ее тоже не найдете в классе процесс. Это как раз именно та метрика, которая показывается в Task Manager. Это не private bytes и не working set. Это другая метрика. Имейте это в виду и заглядывайте на разные вкладки этой штуки, если пользуетесь ей. Вот это окно утилиты Perfmon, именно браузер перформанс-каунтеров. Таймер пропал. Вот это браузер перформанс-каунтеров. Он находится в утилите Perfmon. Если будете работать с каунтерами, обязательно в него загляните. Здесь можно посмотреть категории, каунтеры, инстансы и все, что с этим связано. Также есть дескрипшены для каунтеров. Это человекочитаемые описания того, что значит та или иная метрика. Иногда эти описания полезны, иногда бесполезны, но все равно загляните. Давайте теперь посмотрим, как все это использовать из кода. В .NET фреймворке, ну и в NuGet для .NET Core есть класс System Diagnostics Performance Counter. Мы ему передаем категорию instance и counter. Дальше можем вызывать метод NextValley. Он нам возвращает какой-то double, значение перформанс-каунтера измеренное. Казалось бы, вот такой простой код. И что здесь может пойти вообще не так? На самом деле здесь все может пойти не так. Во-первых, может вылететь exception. Причем он может вылететь хоть откуда. Как из конструктора, так и из метода NextValley. Так что все обращения к ним придется обернуть в try-catch. Но это не самые еще большие проблемы. На самом деле вы даже пока не знаете, что этот double значит. То есть это какая-то загрузка процессора. Что это? Часло от нуля до единицы, от нуля до ста или от нуля. На самом деле это от нуля до 100 умножить на количество логических ядер. Если я не ошибаюсь сейчас. Но надо проверять, что в этом value в итоге лежит. Также есть много подвохов, связанных с instance name, особенно для процессов. Например, у нас есть приложение под названием My Program. И мы хотим измерить метрики для него. Для этого мы в качестве instance name используем строчку My Program. Возникает вопрос, что будет, если у нас My Program запущен в нескольких экземплярах. Казалось бы, в операционной системе есть процесс ID. И мы должны как-то использовать его для идентификации инстанса. Но в performance counter все сделано абсолютно по-другому. Там используются не процесс ID, а собственные ID-шники, которые выглядят вот так. My Program, My Program решетка 1, My Program решетка 2. И возникает вопрос, а как нам по процессу ID понятие, какой instance name соответствует нашему процессу. Для этого существуют некоторые другие performance counter под названием process ID process и .NET CLR memory ID process. Эти performance counter могут решать обратную задачу. Они по instance name возвращают процесс ID. Мы хотим процесс ID по instance name, здесь же наоборот. Первый надо использовать для каунтеров из категории процесс. Второй для всех каунтеров, связанных с .NET. Поэтому там различные идентификаторы процессов, и не получится использовать идентификаторы из одной категории для другой. Мы пишем вот такой код, создаем другую обертку над performance counter под названием performance counter category. Узнаем, какие инстансы вообще есть в категории. Потом для каждого из этих инстансов запрашиваем, какой у него процесс ID, и ищем нужный нам вот таким линейным обходом. Какие здесь могут быть проблемы? Но на самом деле это даже будет работать, и это будет работать не так медленно, потому что performance здесь это грустная тема, и мы к ней еще вернемся. Но мы можем использовать, в принципе, этот код, он будет работать, и таким образом соответствие мы построим. Но что же будет, если у нас внезапно один из этих процессов завершился? Оказывается, то, что instance name у остальных процессов, у которых идентификаторы были больше, они сдвинутся на единицы, и у нас получится вот такая ситуация. Соответственно, имена инстансов здесь динамические, и с этим тоже нужно что-то делать. Мы можем использовать самый простой подход. Мы можем пересоздавать объект performance-каунтера на каждый новый замер. Подвох в том, что это просто не будет работать. У performance-каунтеров не у всех, но у некоторых есть внутреннее состояние. Им для того, чтобы получить корректное значение, нужно знать и результаты двух последних измерений. Таким образом, например, для загрузки процессора у нас с пересозданием каунтера всегда будет возвращаться ноль. Соответственно, нам нужно написать некоторую обертку, например, dynamic performance-каунтер, который будет принимать лямбуду, которая будет вычислять по процессу ID правильный instance name, и dynamic performance-каунтер будет внутри отслеживать, поменялся ли instance name, и при необходимости пересоздавать менеджет-объект performance-каунтера. Довольно сложная схема, но мы с ней даже долгое время жили на продакшене. Надо сказать, что есть и более простой способ решить проблему с instance name. Мы можем прописать специальную настройку в реестры, и тогда у нас instance name заменится на процесс ID. Но такой подход будет работать только для категории процесс. Это не работает для .NET категорий. И это может сломать некоторые инструменты, которые заточены под работу именно со старым форматом instance name, в котором есть индексы, а не процесс ID. Теперь давайте к грустному перейдем, к перформансу performance-каунтеров. Я побенчмаркал обращение к каунтеру process ID process и .NET CLR memory process ID и получил вот такую картину. В категории процесс этот вызов работает 26 миллисекунд и авоцирует 4 мегабайта памяти. 4 мегабайта менеджет-памяти на один вызов. В .NET CLR memory все немногим лучше. Примерно 2 миллисекунды времени и 1 мегабайт менеджет-памяти. Для этого теста у меня специально было запущено примерно 400 дополнительных процессов на машине. Проделили число, посмотрев, сколько запущено на сервере. Но вот эти числа, результаты бенчмарка, они зависят от количества запущенных процессов. Дальше поймете почему. Как вообще работает Performance Counter? Есть некоторая обертка, например, System Diagnostics Performance Counter. Эта обертка использует API-реестр операционной системы Windows. Почему-то разработчики решили, что сделать работу с Performance Counter через обращение к реестру – это довольно хорошее решение. Не знаю почему. Мне кажется, что API, EU-реестр и Performance Counter не похожи вообще. А дальше реестр Windows, когда происходит обращение в специальный куст реестра HK Performance Data, понимает, что это на самом деле обращение к Performance Counter, и использует специальные библиотеки под названием Performance Data Provider, которые уже знают, каким конкретно образом получить значение для той или иной категории Performance Counter. Мы можем использовать RecQuery Value X функцию из WinAPI напрямую, или аналогично функцию в .NET обратиться напрямую к HK Performance Data, но уже здесь вместо процесса ID Process Counter нам придется обратиться к каунтеру с идентификатором 230.784. Что бы это ни значило, на самом деле 230 – это идентификатор категории процесс, а ID Process – это идентификатор каунтера. 784 – это идентификатор каунтера ID Process. Вы можете заметить, что здесь нет ничего об Instance Name. А подвох в том, что такой вызов к реестру вернет нам снова информацию для всех инстансов, которые есть в нашей категории. Соответственно, чем больше у нас инстансов, например, чем больше процессов у нас в категории процесс, тем тяжелее будет этот вызов. Об этом стоит помнить. Вообще, такой способ работы с каунтерами через реестр обладает вот этим недостатком, что он возвращает много лишних данных, но гораздо большая проблема в том, что .NET-обертка над Performance Counter, когда парсит то, что вернулось из REC Query Value X, генерирует довольно много memory трафика и использует сам API довольно неэффективно. Мы собираем метрики для одного процесса, для одного Instance Name, хотя могли бы собрать их сразу для всей категории. На самом деле, там есть способ собрать метрики сразу для всей категории, но он создает еще больше memory трафика, который в некоторых ситуациях полностью компенсирует то, что мы сразу получили все значения. Нам проще вызвать несколько раз функцию, сгенерировав меньше memory трафика, чем получив весь вывод за один раз и создав просто огромное количество объектов. Давайте заглянем на MSDN, что там говорится об этой проблеме. Есть статья Using Registered Functions to Consume Performance Counter Data, в которой сказано, что нам не надо использовать функции реестр для доступа к каунтерам, а надо использовать более удобный API под названием Performance Data Helpers. Давайте на него посмотрим. Performance Data Helpers — это библиотека, которая входит в состав операционной системы Windows, и она, по сути, упрощает работу с API-реестра. В ней уже нет каких-то безумных идентификаторов, нет сложных и бинарных структур. Можно просто вызывать функции и сразу получать нужный нам результат. Давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, мы вначале создаем PDH-квери. Это некоторый сколп нашей операции с Performance Counter. Дальше мы в этот сколп добавляем Performance Counter, причем мы можем использовать Violet Card. Например, мы можем задать маску для тех instance-неймов, которые нам нужны. Мы можем добавить сразу несколько каунтеров в наш квери. Дальше мы можем вызвать метод PDH-коллект-квери-дейта, который соберет данные сразу по всем Performance Counter. После этого мы читаем значения для отдельных каунтеров, которые добавлены в наш квери. Мы можем несколько раз повторять этот цикл. Collect query data, get counter values. Дальше, когда мы закончили работать с каунтером, мы закрываем наш квери, чтобы освободить нативную память, которая в нем используется. Что мы делаем дальше? А, так, дальше у нас бенчмарк того, стало ли лучше, когда мы перешли на использование Performance Data Helpers. И если вам здесь все видно, вам видно? Не знаю, наверное, на следующие доклады стоит экран показать лучше в зал. Окей, пока неважно. Что мы получили? После того, как мы заиспользовали Performance Data Helpers, в категории .NET CLR Memory у нас все стало просто летать. Все операции происходят за несколько микросекунд. А в категории процесс почему-то у нас до сих пор остался значительный overhead. И производительность улучшилась всего лишь в 5 раз. С 25 миллисекунд до 5. Память у нас при этом авоцироваться перестала вообще. Мы все переиспользуем. Все объекты, которые используются в нашем коде, лежат в плах. Всякие структуры, вызовы к WinAPI и менеджер памяти не авоцируют. Performance Memory Traffic не создают. С этим здесь все хорошо. Но остается всегда, когда сделали какую-то сложную штуку, например, заиспользовали какую-нибудь новую API, надо задаться вопросом, все ли теперь хорошо, ничего ли мы не сломали. И в этом случае оказалось то, что мы как раз довольно многое сломали. У нас есть некоторые сервера, на которых установлена русская операционная система Windows. И в русском Windows каунтеры называются примерно так. Процесс, процент загруженности процессора. Процесс, рабочий набор. Рабочий набор — это working set. Исключение CLR.NET глубина от выдачи до захвата, чтобы это не значило. Вот. Performance каунтеры локализованы, причем переведены, скорее всего, бингом. И хуже всего то, что эти имена, они выставлены в программный API performance каунтеров. И нам нужно учитывать локализацию при работе с каунтерами. Разработчики .NET Framework о нас позаботились. Их менеджер-обертка о локализации знает. А вот наши каунтеры на основе performance data helpers ничего о локализации не знают. Вот те строчки с идентификаторами, там 230, 784, если помните, как раз используются для того, чтобы прокидывать их на разных языках. То есть на разных версиях Windows, на русской, на английской, номера каунтеров будут отличаться, и имена каунтеров будут отличаться, но при этом до них можно достучаться всегда по вот этим идентификаторам, которые 230, 784, или какое-то другое число для вашего случая. На самом деле эти числа можно даже поменять в реестры и полностью сломать performance каунтеры. К счастью, разработчики performance data helpers тоже учли эту проблему, и поэтому в их API есть функция под названием pdh-add-english-каунтер. Мы заменяем pdh-add-каунтер на pdh-add-english-каунтер, и у нас все начинает работать как раньше. Но API-english-каунтер появился, если я не ошибаюсь, только начиная с Windows Vista. И, скорее всего, именно по этой причине разработчики .NET Framework накрутили свои костыли вместо использования pdh, потому что им нужно было когда-то поддержать Windows XP, а когда они дропнули поддержку Windows XP, на performance каунтеры не обратили достаточного внимания. Собственно, вернемся к нашему бенчмарку, и вспомним о том, что в категории процесс у нас производительность улучшилась незначительно. Только в 5 раз, когда в .NET CLR Memory порядка 100 раз. В чем же здесь подвох? Категория процесс работает аналогично классу System Diagnostics Process и обращается к API and Query System Information. Как мы знаем, это медленный API, который собирает сразу очень много информации. Собственно, поэтому лучше избегать использования категории процесс в performance каунтерах. Для многих сценариев можно использовать подходящие VIN API. Например, здесь показаны функции для измерения загрузки CPU без использования performance каунтеров. Теперь еще один интересный пример, связанный с каунтерами. Например, мы хотим собрать метрики по всей машине сразу. Мы хотим узнать метрики, связанные с, например, потреблением памяти драйверами. Для этого мы можем использовать либо категорию memory в performance каунтерах, либо функцию VIN API getPerformanceInfo, которая возвращает в точности то, что нам нужно. Окей, кто считает, что performance каунтеры будут быстрее? Кто считает, что VIN API будет быстрее? Вот, почти все. На самом деле это тот единственный случай, который я нашел, когда performance каунтеры у VIN API выигрывают. Вот getPerformanceInfo работает 4 миллисекунды, когда PDH PerformanceCounter работает только 40 микросекунд. Вот, разница получается в 100 раз. Поэтому, ладно, давайте подводить итоги про performance каунтеры. Нужно знать их особенности и уметь их готовить, если вы решили их использовать. Если вам нужно с ними работать особо активно, лучше посмотреть в сторону API Performance Data Helpers. Ну и нужно сравнивать различные способы сбора метрик по перформансу, потому что здесь все может довольно отличаться от случая к случаю. В одном случае выигрывает один способ, в другом другой. И без теста в реальных условиях здесь не обойтись. Но performance каунтеров недостаточно. У нас есть .NET Core. Метрики по .NET Core приложениям нельзя собрать через категории performance каунтеров, связанных с .NET. Они предназначены только для фреймворка. Также performance каунтеры, они ограничены возвратом только числовых значений. А нам хочется иногда собирать более интересные метрики, строить какие-то более сложные статистики. Чтобы это сделать, мы можем использовать, например, event tracing for Windows. Про event tracing for Windows я нашел две такие статьи. Первая называется The Worst API Evermade. Вторая сравнивает event tracing for Windows с другим. Ворст API с API для Linux аналогичным, который называется Linux Tracing Toolkit Next Generation. Я на самом деле не считаю, что event tracing for Windows настолько плох. Это довольно полезный инструмент. Что он позволяет делать? Он позволяет собирать различные event, которые происходят в операционной системе. Также, кроме операционной системы, event, которые туда пушатся другими инструментами. Например, в event tracing for Windows попадают event runtime.net. Нас будет интересовать в первую очередь. Есть event под названием GC HipStats. Он выстреливает после каждой сборки мусора и предоставляет все те же данные, что и категория .NET CLR Memory в Performance Counter. Это аналог, по сути, для .NET Core, но и не только для .NET Core, универсальный. Есть очень полезные event GC Start и GC End. Они срабатывают при старте и конце сборки мусора и позволяют мониторить работу garbage collector. Например, мы можем построить GC Log. Если вы когда-то работали с Java, то, возможно, вы видели то, что в Java можно включить запись всех сборок мусора в файл. И event tracing for Windows, по сути, позволяет сделать то же самое для .NET. Мы можем не просто видеть дырку в логе, а открывать наши логи и смотреть то, что вот у нас была дырка в логе, логов не было, например, 6 секунд, и после этого идет запись, что это была сборка мусора второго поколения. Нам больше не нужно гадать, почему наше приложение очень долго тормозило. Мы можем явно понять, произошло это из-за сборки мусора или по какой-то другой причине. Итв в общих чертах выглядит так. Есть итв-сессии. Это некоторые буферы в памяти, в которые провайдеры данных могут складывать свои ивенты. Провайдеры бывают разные. Например, провайдер данных для .NET, провайдер данных по сети. Можно делать какие-то свои ETW-провайдеры. Провайдеры на самом деле бывают самые разные. Например, даже можно сделать снифер на основе ETW, смотреть содержимое всех сетевых пакетов, которые отправляются. То есть возможности довольно широкие. Нас больше будет, конечно, .NET ивенты интересовать. Также к этим сессиям подключаются консюмеры. Это могут быть, например, реал-тайм консюмеры, которые на ходу читают данные из этих буферов в памяти и каким-то образом их обрабатывают. Также можно настроить запись ETW-вентов в файл. Это, по сути, то, что делает утилита PerfView. Она позволяет смотреть, какие ETW-венты записались в процессе сбора ивентов в файл. Для работы с ETW из .NET есть библиотека TraceEvent. Это менеджер-табертка на ETW. По сути, это PerfView, который можно использовать посредством .NET кода. Сам PerfView тоже использует эту же библиотеку. И эта библиотека довольно удобна и производительна. Давайте посмотрим, как выглядит ее использование. Мы создаем TraceEventSession. Это ETW. Это на самом деле буфер. Нет, это консюмер, по сути. Консюмер и буфер вдвоем. Тут есть некоторое расхождение в именовании между ETW-объектами и менеджер-обертками. Дальше мы подключаем к сессии нужных нам провайдеров. Получаем у сессии Source. Вот этот Source — это как раз консюмер. И, по сути, можем подписаться на события и получать объекты. Например, в этом случае мы получаем gc-hip-stats-trace-data, в котором находятся как раз метрики по размеру .NET кучи и работе gc. Дальше мы вызываем этот процесс, и на нашем текущем потоке запускается обработчик этих ивентов. Все происходит в один поток. Вот эти gc-hip-stats-trace-data — это на самом деле инстансы классов, но это не создает в меморе трафика, потому что они переиспользуются внутри. Соответственно, вам нужно работать с ними аккуратно и не вытаскивать их за сколп обработчика вашего события. Вот. Но теперь перейдем к некоторым проблемам при работе с ETW. Есть некоторые ограничения у него. Например, на одном хосте нельзя запустить больше, чем определенное количество ETW-сессий. Например, на Windows 10 это 64. Но это не самое страшное ограничение здесь. Здесь более страшное ограничение — это то, что одинаковый провайдер ивентов может писать одновременно не более чем в 8 сессий. Соответственно, если у вас уже запущено 8 .NET-приложений, которые смотрят свои метрики, 9 запуститься не может. Вот. Вот важный момент, то, что через ETW каждый процесс получает метрики ивенты, относящиеся сразу к всей операционной системе. Это machine-wide штука, а не per-process штука. Соответственно, когда запустится 9, он из этого ограничения уже не сможет создать новую сессию. Это приводит к тому, что если у нас есть процессы, которые собирают примерно одинаковые метрики, нам нужно переиспользовать сессии для них, благо trace event API такую возможность предоставляют. Нужно передать при создании флаг no restart on create и флаг stop on dispose false. Написать некоторые коды-берстку над всем этим, и у нас, в принципе, эта штука будет работать из нескольких процессов. Выводы про ETW. Это универсальный способ для того, чтобы собирать метрики для .NET Core и фреймворка на операционной системе Windows. Вот. .NET обертка довольно производительная. По крайней мере, если столкнетесь с кем-то перформанс-проблемами с этой оберткой, то, наверное, вам стоит сделать свой доклад об этих проблемах. Ну и недостатки. Это ограничение на количество ETW объектов. Ну и также требуются повышенные привилегии для того, чтобы собирать все эти ивенты, поскольку они machine-wide, а не per-process. Немного о Linux. Я уже говорил, на Linux есть Linux Tracing Toolkit Next Generation. Это аналог ETW. .NET Core для Linux умеет отсылать свои ивенты в LTTNG, но проблема в том, что нет никакой .NET обертки, которая бы позволяла эти ивенты почитать, а самый API LTTNG довольно сложный. Все это и некоторые проблемы с использованием ETW привели к тому, что в .NET Core 2.2 разработчики сделали новую фичу под названием Runtime Events. Что это такое? Это возможность получать все те же ETW-эвенты на любой операционной системе, только не через ETW API, а через специальный API .NET Core, который позволяет получить те же метрики для нашего процесса, в котором все это работает. Мы наследуемся от класса EventListener, подписываемся в нем на EventSource, а дальше в методе onEventWriten мы можем этот ивент обрабатывать. Почти ничего не изменилось по сравнению с ETW-кодом. Казалось бы, все замечательно. Нам, начиная с .NET Core 2.2, больше не нужен ни EventRacing for Windows, ни Linux Racing Toolkit Next Generation. Однако есть проблема. Интересное использование этой штуки — это построение логов garbage collector. Так вот, на .NET Core 2.2 это не работает с серверным garbage collector. Это исправлено в .NET Core 3.0, но если мы используем 2.2 или предыдущие версии, нам придется, или фреймворк, нам придется использовать ETW или Linux Racing Toolkit Next Generation. Но при этом с .NET Core 3.0 все становится еще лучше. Также в .NET Core 3.0 появилось несколько консольных утилит для диагностики. Например, .NET Counters, которые позволяют смотреть, по сути, значения, которые раньше находились в Performance Counter на .NET Framework. Утилиты .NET Trace, .NET Dump, которые позволяют делать трассировку .NET процесса, смотреть, какие функции самые горячие, снимать дампы памяти, смотреть, каких объектов у нас больше всего, где у нас утечки памяти, где у нас неэффективно используется память. И пытаться улучшить свои приложения. Окей, на этом все. Выводы. Сбор метрик — это довольно нетривиальный процесс. Он не такой простой, как может показаться. В нем есть свои проблемы. Также встроенные в .NET средства для сбора метрик, они не всегда эффективны. Могут создавать лишний перформансный оверхед на приложение. Также если вы решили использовать Performance Counter, то помните то, что API не очень хорош, но при этом его можно правильно приготовить и в итоге получить довольно быструю и удобную систему для мониторинга. Ну и с помощью UTW, или если вам повезло использовать .NET Core 3.0, то event listener можно реализовать некоторые довольно сложные сценарии мониторинга. Например, гацилоги, о которых уже говорил. Или, например, анализировать места в коде, где происходят различные эксепшены. Вот, и каким-то образом уменьшать их количество. Собственно, несколько ссылок. Первая ссылка на блог одного из разработчиков Google Chrome. Можете зайти и почитать. Там есть довольно интересная статья о том, в каких случаях Windows начинает внезапно тормозить. Например, про те же зомби процессы, зомби потоки. Также я оставил ссылки на наш апенсорсный проект Восток, а точнее на библиотеки для сбора метрик и работы с перформанс-каунтерами. Насколько я знаю, это единственная библиотека на GitHub, которая умеет работать с перформанс-дата-хелперс из .NET кода. Также ссылка на репозитории с примерами и бенчмарками. Если хотите перепроверить результаты бенчмарков или сравнить, как это будет работать на вашей системе, можете скачать и поэкспериментировать. Я не знаю, осталось ли время у нас на вопросы, но вы меня можете всегда здесь найти и спросить. Один-два вопроса буквально. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Много нового информации было. У меня вопрос не собственно по работе метрикам, а для какой цели они предназначаются. Вы очень много времени потратили, боролись на для того, чтобы отфильтровать информацию, полученную через API, с машинного и по перпроцесс. А не целесообразно ли было информацию, которая в конечном итоге анализируется где-то в системе метрики и так далее, на конечной точке отфильтровать? То есть если вы получили агрегированную список метрик по всем процессам в машине, отправить эти данные в сборщик, где эти данные отображаются, алертятся, мониторятся, анализируются и уже в конечной точке отфильтровать по нужным процессам. То есть не во время сборки, например. Вопрос понятен, но тут как получается? Пользователи, когда начинают со всем этим работать, видят API для получения метрики по одному процессу. Он не видит то, что позади этого находится сбор метрик сразу по всем процессам, а потом их фильтрация где-то внутри, собственно, приложения. Поэтому очень легко, написав там процесс, getCurrentProcess, PrivateMemorySize64, получить нужную метрику, но при этом с перформансным аэрохедом. Конечно, если мы делаем именно систему для мониторинга, то здесь проще всего использовать performance data helpers, если мы работаем с каунтерами, собрать те метрики сразу по всем инстансам и отправить их все одной большой пачкой. Но при этом это будет работать на именно серверах, но это, возможно, не сработает, если вы хотите помониторить производительность приложения, которое запускает пользователи где-то в другом месте, например, если это какая-то стендалон-утилита, которая запускается и содержит в себе прямо все, в том числе логику отправки метрик. Для серверов, конечно, лучший вариант – это взять метрики сразу по всем процессам и отправить, например, в графит другую систему для сбора метрик. Еще вопросы? Несколько раз утверждалось, что API в .NET, которая в процессе не очень удачно реализована, что собирают метрики для всех процессов, а потом уже фильтруют в .NET коде. А не пытались ли вы, например, в .NET Core сделать полу-реквест и улучшить это безобразие? Ну, тут что нужно сказать. На самом деле, чем систем диагностикс процесс хорош, это то, что он сносно работает на всех платформах в .NET Core. То есть он будет работать на Windows, он будет работать на Linux, правда, некоторые поля будут возвращать нули. Ну, а почему это никак не исправлено? Но на этот вопрос я, скорее всего, не знаю ответ, потому что я как бы не разрабатывал .NET Core. И вообще, если есть необходимость работать с API процессов, вот, например, на Windows, то вместо систем диагностикс процесс лучше взять Nougat пакет под названием FS Processes. Вот, это другая реализация всего того же, что есть в систем диагностикс процесс, но гораздо более удачная. И она содержит в себе больше фич. Например, через FS Processes можно работать не только с процессами, но и с job-обжектами. Можно использовать некоторые флаги для присоздания процессов, которые не выставлены в систем диагностикс процесс. Например, систем диагностикс процесс не позволяет создавать процесс в статусе suspended, а FS Processes позволяет. И создавать процесс в состоянии suspended – это иногда бывает довольно полезно, если ваш процесс может запускать еще какие-то другие процессы. Когда вы создаете нужный вам процесс, помещаете его в job-обжект, делаете resume thread для этого процесса, он дальше начинает выполнять свою работу. Если он создаст какие-то свои процессы, то эти процессы тоже попадут в созданный вами job-обжект. А job-обжект – это, по сути, абстракция для управления сразу группой процессов. В .NET Framework, а в .NET API такого нет, а вот в сторонних библиотеках такое есть. Но .NET Core, еще раз повторю, он больше ориентирован на кросс-платформенность, по крайней мере сейчас. И в нем API улучшен именно так, чтобы он работал на всех платформах. Перформанс улучшения в нем, конечно, есть. Я их уже показывал, но их не так много. Это был последний вопрос. К сожалению, время закончилось. Если остались еще вопросы, вы можете подойти к Евгению после этого доклада или найти его в кофе-зоне. А сейчас давайте поблагодарим Евгению за доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ